Поехали. Так, мой любимый сериал. Интересно, навестить ли нас сегодня горлород? Я думаю, что да, он все время как бы тусуется. Что, горлород пришел? Где интересно? Я не вижу горлород еще. Сейчас, секунду. Нету. Сейчас, где горлород? Может, его кто-то уже выкинул? Я просто что-то не вижу, да. Да, посмотрим тоже. Почему мастер-папа с даунстроком не потянул всю минуту там играл? Почему сдох? Потому что я им не занимаюсь. То есть я показывал моменты, когда намного быстрее даунстроком. И, то есть, сейчас, допустим, пример классический. А, еще два даунстроком вижу, и все, посмотрим. Еще раз всем привет. Мастер-папа с даунстрок в разы быстрее, забубеленный. И просто с безбашенной атакой. Просто сумасшедшая валилова. Просто сумасшедшая. Сука, просто блядь. Поэтому, как бы, если я занимаюсь гитарой, хотя я здесь тоже не занимался, здесь я хотя бы еще на старые запасы как-то ехал. За, ну, как бы, два-три дня даунстрок вернется полностью в такую же форму, и мастер-папа будет играться весь. Просто нужен стимул. То есть, ну, такой стимул я оценил бы в 40 тысяч. 40 тысяч рублей, как бы, то есть, не так много. Потому что всякие там разбирать какие-то сну, да, и подобные штуки, это, ну, как бы, подороже. А здесь у меня есть свой интерес тоже дополнительный, хоть какой-то, да, там, ну, посидеть что-то там, поразминаться, вспоминать старое. И за 40 тысяч рублей за три дня я верну уровень даунстрока, чтобы полностью вваливать. Не как Хэмми, да? Я думаю, сейчас, короче, досмотрим и комменты почитаем, там самое интересное будет. Я, типа, ну, окей, ничего нового не могу сказать, ничего нового особо не слышу, окей. Когда какой-то попугайчик клюет, а, естественно, с нормальным, да, как бы, там, чтобы все было мощно-плотно, и при этом песня игралась. Поэтому, господин Горлород, оплачивай 40 тысяч рублей. Горлород позорит своим ником имя моей любимой новейерской Black Metal группы. Сейчас посмотрим. Так. Горлород. Горлород. Я. Понятно. Ну, тут, что тут можно прокомментировать, в принципе, долго? Как там? Напалм жопач. Если Black Metal, это явно не та музыка, которую Фред как-то понимает, или... Может, как-то прокомментировать, не знаю, более подробно. Потому что, ну, да, типа, по сути, Напалм жопач. Варга Викер, кстати, почитал статьи какие-то недавно, ржал, что он, короче, говорит, что, бля, а Black Metal, типа, как гомики, ну, в основном, потому что в тех же самых магазинах покупают себе шмотки, косметику. И всё, такой клоунадой занимаются. Это даже неплохо, ну, как бы. Я же не сказал, что это плохо, но это да. Ну, переживаю за отношение Горлорота и Фреда больше, чем свои. Первые две квинты бесплатно, остальные по цене 10 рублей за ноту. Ну, вот такая шутка невероятная. 20 секунд играет партия, где куча остановок, когда рука отдыхает в свою песню. Калашматик, как металль, как классический икорострел. Четыре аккорда инаковым перебором, партия на двух нотах. Потому что это неинтересно. Сказано же было в видосе. Любой подберёт её на слух за пять минут, но любой вывезет. Дело не, блядь, в подборе, не в разборе, не в ещё чём-то, блядь. А в том, что, ну, лень. За 40 тысяч можно сходить на метлу и с Хэтфолдом побухать. Да. Ну, как говорится, делайте свой выбор, господа. Типа, за 40 тысяч можно, там, за 45, по-моему, тысяч можно час консультацию у этой Ленина Диановой получить, например. Платить деньги, чтобы препод по гитаре был в форме. Блядь, не чтобы он был в форме, а чтобы он тебе продемонстрировал свою форму. Если тебе так надо. На своих ранних записях Фред играл круто, сейчас деградировал сильно. Так он и сам об этом говорит, что, типа, я уже сам не занимаюсь. Ну, и, блядь, самое интересное, что на своих, типа, на своих ранних футбольных матчах какой-нибудь, блядь, Зидан играл охуенно, а сейчас деградировал. И теперь он стал, там, тренером каким-нибудь по футболу в каком-нибудь маленьком клубе. Ну, что-нибудь такое же, можно сказать. Ну, что это за хуйня? Типа, ебать, ты подметил. То есть для того, чтобы быть преподавателем гитары, как и для того, чтобы быть футбольным тренером, как и для того, чтобы быть, не знаю, блядь, блядь, в любом вопросе именно преподавателем, тренером. Не обязательно быть в момент уже, когда ты преподаешь, топовым каким-то исполнителем. того дела, которое ты преподаешь. Я не знаю, как это, блядь, сформулировать еще точнее. Надеюсь, что понятно. Понятно. Нехилые аппетиты. Блядь, какие там аппетиты, если это просто нормальный ценник, блядь, за, там, три дня фред-гитаристам. Типа, посчитайте, чуваки, посмотрите. Блядь, один стрим зацените, допустим. Просто заходишь на стрим к фред-гитаристу, смотришь его час и просто подсчитываешь донаты. И сколько стоит час времени фред-гитариста. Все. Это не нехилые аппетиты. Это, как бы, к сожалению... Нехилые аппетиты у того, кто требует от фред-гитариста, типа, давай, докажи мне, блядь, что ты умеешь сыграть Master of Puppets, и при этом требует, чтобы он это бесплатно делал. Ага, блядь. Это у тебя нехилые аппетиты. Такое прям... Нехуёвое попрошайничество получается. Просто что, блядь, несёт? О, шо... А, ну, всё, понял. Это этот, блядь, как его... А, Ашан, блядь, это, короче, мегаебанутый. Его, по-моему, даже Мухтары, блядь, не очень уважают. Создал бы фонд на стриме. Зачем, блядь, зачем? Зачем? Ой. Не сыграет сходу. Ну, так он и говорит, типа, дня три надо. Кто сказал, что сходу, блядь? Учить её не... Блядь, ну ты еблан или, да, Макс Эдесса? То есть, Фред буквально в видео то же самое сказал. Ну, мне надо дня три, чтобы вспомнить, как это делается. Пожалуйста, задоньте кто-нибудь миллионера, типа. Ну и чё вы проверите? То есть, вот проверите и увидите, что да, всё, получается, заебись. Типа, ну спасибо за сорок. А чё там разбирать, извините. Ну и чё-то надо разобрать. Чё-то надо всё равно там придрочиться. Просто впадлом. Горгород. Ну, короче, понятно. Мухтары, Мухтары. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...